Дорогие друзья, на своем канале Наверное, совсем вот так сделаю Меня зовут Анна И чем сегодня Я решила заняться Руки чешутся, чешутся и очень сильно чешутся Я решила, что хочу рассадить Распикировать ее устому Потому что Очень сейчас у нее получается Она начинает тянуться Это во-первых Во-вторых, корешки начинают переплетаться И немножко Уже такой вариант Плюс я хочу ее немножечко стимулировать К росту, потому что любая Пересадка, перевалка Эустомы, она стимулирует Дальнейший рост Вот Но, смотрите, пикировать я буду В стаканчики 100 граммовые Кто-то пикирует сразу в 200 граммов Я буду пикировать в 100 граммовые стаканчики Грунт у меня обычный торф Ничего я больше не добавляю Потому что Раньше я добавляла Агроперлит Вермикулит В общем, тратила Ну, количество Сум Денег на вот это все Но пришла к выводу Что мне проще Просто с одним торфом Потому что Сейчас вам объясню, почему Смотрите Была ситуация С этими же самыми Бегониями То есть, я просто-напросто Заливала Своей бегонии А вы знаете Что с бегонием С поливом Очень нужно быть аккуратными Почему? Потому что Что в перлите Что в вермикулите Есть некая Такая влагоемкость Да Кажется Вроде Грунт уже сухой Ну, в общем Все равно Просто Я ничего Теперь не добавляю Малышнее Вообще Ничего не добавляю Потом Как они становятся Чуть старше Я добавляю Либо огородную землю Уже Когда они идут У меня На участок Да Там растения Или еще что-то Вот Сейчас же Просто Обычный торф Если его Не заливать Если ничего с ним Такого не делать То он В принципе Очень даже Такой влагоемкий Влагоемкий Воздуховлагопроницаемый Бла-бла-бла-бла-бла Смотрите У меня здесь Эустома Я показываю Из самосборных семян Посеяла Я ее еще В сентябре Она у меня стоит На подоконнике И часть Эустомы У меня Будет сейчас Стоять на подоконнике Все равно Потому что Эксперимент Продолжается Но есть небольшая Загбосточка У меня эта эустома Не приучена К воздуху К сухому Возможно Кого-то буду укрывать Что-то такое Придумывать Но это уже по ситуации Посмотрите Как она будет адаптироваться И она могла бы быть больше Но 3 недели Нас не было дома И представляете В октябре С 4 октября По 23 октября Эустома У меня Находилась Без какой-либо Досветки Совсем Солнечных дней Было Раз-два И обчелся Мы проживаем В Вологодской области Кто живет На северо-западе Там на севере Еще где-то Прекрасно знает Что с солнцем У нас с осени По весну Дефицит Вот Но это ладно И значит Вот она сейчас Так выглядит Кто-то видите Немножко потянулся Это вот Она должна быть Низкорослая Она такая малютка То есть Сеяло все вместе А вот Как выглядит Поэтому Низкорослую Эустому Я сейчас Буду сеять По два Семечка Сеянца В одну Плошечку Вот смотрите У покупной Эустомы У семян У покупных Вот такой Малипусечкин Корень Я вот Все никак Не могу Еще Приноровиться К тому Чтобы мне Как-то показывать Чтобы Фокусировал Вот Вот такой Малипусечка Поэтому Я кстати Еще и пикирую 100 граммовый Стакан Потому что Ну Велика вероятность Того Что Если например Будет В 200 граммовом Стакане То просто-напросто Можно залить Беру следующую Тоже Корешок Здесь невелик Вот И вот так Вот Оставляю Все Ой А что Я вам ничего Не видно Наверное Что показывала Ну то есть Вот 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 так Вот Она Сейчас У меня Будет Находиться Вот Так Малюточка Вот Так Вот Так Вот Здесь Еще Чуть Чуть Сейчас Так И оставим Сейчас Я вам Покажу Да Что Я Не понимаю Вот Так Сейчас Я вам Покажу Эустому Из Самосборных Семян Она Высокорослая И Какая У Нее Корневая Система Берем Стаканчик Не знаю Ну давайте Вот Эту Попробуем То есть Посеяны Они Все Вместе И Вот У нее Уже Вот Так Сейчас Вот Вот такая Корневая Система У многих У стомочек Там Уже На дне Видно Как Корневая Система Забивает Остальные То есть Все уже Там Пустоты То есть Она Дошла До Дна Горшка Моей Емкости Вернее Рассадной Сейчас Чуть Припудрю Торфом Так Мне Порывнее Ты не можешь Посадить На Серединочку Так Вот так Вот она Будет Сейчас У меня Выглядеть Вот так Еустомочка Это Сейчас Я распикирую Остальные Все И покажу Вам Итог Скажем Так Работы Моей Пока Отключусь Но Скоро Ну как Скоро Но Вернусь Итак Закончила Я пикировать Тут Еустому Вот так Вот Все это Выглядит Сейчас Конечно Все Буду Убирать Еще Эту Землю Смотрите Некоторые Устомки Они были Побольше Они хорошо Отделялись Допустим От Земли Да Они Вот Будут По отдельности Некоторые Скучковались Так Что Я не могла Например Корни Разделить Поэтому Я Особенно Не Изгалялась Тут Ничего С ними Не Дела Так Пучочками И Высадила То есть Кто-то У меня Сейчас Сделаю Чуть Поудобнее Кто-то У меня По одному Растет Росточку Кто-то Будет Как они Адаптируются Не Адаптируются Ничего Пока Не Могу Сказать Посмотрим Обычно После Пересадки После Пикировки Устома Хорошо Реагировала На это Все Дело Вот Надеюсь Тут Все Будет Нормально Тут Бегонии У меня Стоят Укореняются Хризантемы Вон Там Хризантемы Уже Пересаженные Стоят Так Вот Сейчас Они Выглядят На Укоренении Стоят Это Пложка Вот Устома У меня Здесь Сейчас Вот Ну что ж Здесь Кстати У меня Устома Из Самосборных Семян Посеяна Здесь Еще Из Покупных То есть Это Все Что Там Остатки Ну Из Самосборных Еще Есть Семена Пока Посеяла Думаю Хватит Мне Вот Этого Объема Плюс Еще Если Тот Зайдет Объем Я думаю Что Мне Будет Достаточно Часть Устомы Как я Говорила В сентябре Без Досветки Без Всего Сейчас Я Там Досветку Включаю Только Вечером И Еще Мы Все Знаем Что На Подоконниках У нас Намного Холоднее Ну На Несколько Градусов Это Точно Нежели В самом Доме И Поэтому Я хочу Провести Некий Такой Эксперимент А как Будет Развиваться Устома В Разных Условиях То есть Где Тепло И где Прохладно Ну Что Дорогие Друзья По Всем Этапам Эксперимента По Росту Устомы И так Далее И тому Подобное Я буду Снимать Видео Вам Все Обязательно Покажу Ну Что Дорогие Друзья Благодарю За просмотр Всем Пока Пока